плющ мой дьявольский доедается каким-то неведомым созданием видно совсем туго с кормом странным тут рядом более съедобные деревья это манговое дерево там есть 3 совсем рядом и дерево мороженое ну вот дендробиум леонис посмотрите какой клуб и он первый раз зацвел он у меня где-то с год я думала ну это мне года три ждать цветения такой вот цветок леонис название это приходит от слова лев потому что у него цветок напоминает львиную пасть вот еще один бутончик очень красивые треугольные листья плоские такие твердые такие твердые пластиковые просто железные даже это дендробиум из южной азии малайзия таиланд барнео суматра лаос вьетнам и растут они в теплом климате но у нас зимой бывает до даже и десяти ночью может температура упасть и это ему не мешает расти у меня и вот он даже и зацвел и несмотря на то что он такой клоп но он так сильно пахнет ванилью ну просто удивительно так удивилась что действительно сильно пахнет ванилью так вот как в описании краха только такая ему нужна влажность его нужно каждый день поливать вот я еще не поливала сегодня мои блоки такая вот малышня поливаю я свои блоки а также и все ванды просто обрызгиванием из шланга таким легким легким спреем а вот а изредка я замачиваю фтозоз дождевой водой но только блоки ванды я не замачиваю потому что они очень большие и поломаются корни если их запихивать куда-то в таз вот в бочку просто я ленюсь их носить да это и невозможно их столько много не наносишься вот так что обычной городской водой из шланга такой у меня полив а если я замачиваю какие-то горшки то опять таки дождевой воде ну и удобрение конечно же нужно разводить желательно в чистой отфильтрованной или дождевой воде а также можно в дистиллированной потому что тогда там более такое благоприятное сочетание всех химикатов получается в водопроводной воде удобрения нужно разводить в меньшей пропорции брать меньшее количество удобрений если у вас только водопроводная вода распоряжение ну еще что у меня тут есть из маленьких орхидеек на блоках тоже маленьких вот это вот например похоже на фаленопсис орхидееку маленькую называется гастракайлис облики с напоминает фаленопсис построению только листья более длинные вот она как у меня уже корешками хорошо схватилась растут они в южной чаянии в южном китае в лаосе сяким бутан в восточных гималаях вьетнам лаос на возвышении до 1400 метров и эти орхидейки выпускают по 8 цветоносцев с такими оранжево-желтыми цветами душистыми и очень восковыми долго долго не увядающими вот такой вот у меня деревяшечки так уже хорошо корешками все ввела где-то у меня эта коллекция сравнительно молодая кита около года ей вот здесь у меня игрока лис парижай парижай это тоже напоминает фаленопсис или ванду но также ее еще называют ванды эту орхидею вот и ему нужен прохладный отдых зимний также большинству всех моих вот этих вот тут на блочках орхидей ком им нужен прохладный зимний отдых кроме стюартианы тут у меня есть стюартиана и это стюартиана variation punctatissima на маленькая совсем я ее купила из жалости моем орхидейном магазине просто проходя мимо она села такая сухая у них чуть ли не на полном солнце вот и меня она стала расти хотя зимой всю зиму сидела почти не двигалась а вот за наше лето которое только закончилось она выросла и вот корешками так хорошенько схватилась это филиппинской орхидеи ей нужно постоянная влага и тепло это теплого выращивания орхидея даже жаркого у нее минимум теоретически 18-20 градусов но меня до 10 спускается температура здесь зимой ночью и ничего наросла вот это вот малюсенько это аска центрум аска центрум кирви кирви фолиум кирви фолиум кирви фолиум такой от теперь как бы перекрученные листья он цветет красными цветочками с красными соцветиями очень яркие оранжево-красные должны быть букеты цветов ну какая аска центрум любит влагу вот и зимой нуждается прохладном более таком менее поливчатым в сезоне здесь у меня скайно скайно кис фрегранс носится гастро калис похожа немножко на вандачку это миниатюрная орхидейка она этого ее цветущий размер вот такая малышка у нее цветоносы по полтора сантиметра и цветочки микроскопические ярко-ярко-розово-сиреневые теплого выращивания теплого и прохладного происхождение ее из южного китая таиланд а сам индия и она очень душистая да цветы и очень душистые и также любит очень влагу летом я ее поливала два-три раза опрыскивала за день хотя бывало и один только раз по разному вот зимой тоже у нее нету отдыха ее нужно поливать постоянно также как есть стюартиана это уже нужно постоянная влага и тепло так то у меня тут еще есть здесь у меня есть энциклия она тоже на блоке растет новый рост хорошенько так прижилась вот это вот энциклию я не уверена какое у нее название я уже давно потеряна этикетка я тоже не купила из жалости в магазине в строительном у нее было только вот эти вот верхние три бульбы и один листочек там был такой полу засыхающий и висела на таком страшном блоке просто такой поленце там было у нее но я стою стала ее замачивать в воде с азотом для роста по переменку с обрызгиванием конечно с поливом простой водой водопроводной и она вот растет но очень долго сидела была такая доходяга у нас можно пойти в отделение огородном пойти найти человека кто там ходит поливает и попросить чтобы уценили и мне с удовольствием ее уценили я и купила пол цены что-то за 5 что ли долларов вот ну а вот вот это вот оба филом у меня он это кросс неизвестно какие будут цветы потому что это гибрид потом вот это вот энциклия полиболбом она тоже цветущего размера она должна цвести летом но этим летом нашим не зацвела наверно следующим зацветет я так надеюсь они все вот приблизительно одинаковое происхождение все вот эти вот и приблизительно одинаковый уход за ними у меня тут же у меня висит дендробиум виктория регина и она в прошлом году у меня цвела двумя цветочками а в этом году нет у нее даже листочки какие-то варигатные тут растут это дендробиум из филиппин растет в таких мшистых болотных никогда не просыхающих теплых лесах поэтому поэтому ему подходит вот постоянное обрызгивание я заодно с блочниками его всегда обрызгиваю и ему очень нравится он у меня горшочки там растет с маленькой корой и перлитом смотрите какая беда приключилась огромный куст антуриума сожрали гусеницы а я себе наивная и воз не дула потому что я думала что этими листьями питается какой-то посум бедный голодный посум также как на моем дьявольском плюще там нету ни одной гусеницы я проверяла и его листья сожрали фоссумы а тут глянула смотрю огромные гусеницы 3 нашла и я не заглядывала потому что я думала ну бедолага пусть ест елки-палки кто мог подумать ну кто мог подумать боже да это целый крокодил с глазами и и и и листики съеденные цветочки вот одни кочерыжки оставим ну плюс точно после мы съели потому что потому что я никогда не видела не нашла тут ни одной гусеницы я смотрела внимательно ни кузнечиков ничего тут не было и да он ядовитый для домашних питомцев этот девилс ави он называется дьявольский плющ потому что он очень живучий он не убиваемый вот но дело в том что пуссумы они могут есть ядовитые растения они не боятся никаких ядов и выживают съедая все что угодно ну и в завершении про малышей особо ценных и хочу сказать что у меня их очень много это все малыши вот но когда они будут подрастать и вам буду постепенно их показывать это я покупала где-то год назад многие из них некоторые немного раньше завершая свою коллекцию но из малышей вот что я хочу показать это вот этот орхидея драгоценность называется макодис питола тоже он у меня живет где-то около двух лет он был вообще малюсенький и растет он очень медленно ну вот мух там очень мокрый потому что это товарищ с филиппин и эти орхидеи растут там на мшистых скалах очень густых влажных и жарких лесах и они не должны никогда просыхать я всегда его держу влажным и опрыскиваю время от времени от плесени от грибковых заболеваний вот такая драгоценность он растет на улице но не под открытым дождем я его поливаю просто когда поливаю этот сфагнум там полностью сфагнум когда брызгаю его купила было два или три малюсеньких листка эта орхидея имеет самое прямое отношение к драгоценностям и и листья гораздо более ценные чем цветы и ее называют орхидея драгоценность всех с праздником наступающим 8 марта всем добра и света пока пока пока